итак сорок пятая проба выйти в прямой эфир и попрощаться с 2020 годом и встретить поговорить о 2021 году годе как правильно пока что пока что у нас не очень получается но мы не сдаемся потому что нельзя сдаваться мне кажется это какая то должна быть вообще выживут только что это не получается главное знать где розетка иметь что воткнуть в нее я тут подумала знаешь о чем я тут подумала о том что это такая метафора я тут написала про отпускание 2020 года так так и возможно все таки это 2020 год не хочет уходить из наших умов по крайней мере из моего может это мне нужно отпустить что-то я уже начала тут перебирать всякие варианты я нас поздравляю я поздравляю тех кто нас смотрит значит была у меня правда сегодня мысль о том чтобы выйти в 19.30 и я думаю что просто она такая 19.30 до реализовалась таким образом ну что на самом деле я немножко расскажу такую как предысторию о том что мы с тобой говорили перед этим эфиром что на самом деле сейчас такое впечатление что сейчас очень важно найти как бы мы искали весь 2020 год эту опору на что мы можем опереться на себя и сейчас нам как бы важно найти куда мы собственно говоря идем потому что мы как бы сделали такую глобальную чистку в 2020 очень многие и возможно она еще продолжится и я немножко расскажу о том что мы о чем мы говорили о чем будет эфир и это о тех глобальных изменениях вначале мы поговорим о эре водолея которая как бы приходит уже несколько лет в нашу жизнь но вот она наконец-то в полной мере разворачивается потом мы говорим о том что следует оставить в 2020 году и собственно говоря наверное вообще в этой как бы старой эпохе старой парадигме мира и к чему собственно говоря мы стремимся что же нас ожидает в 2021 вот и сегодня с нами юлия абрикон полок исследовательница я прям даже не знаю арт-терапевт у тебя очень много ролей но я бы назвала их ну как бы свела их такую общее понятие как проводник потому что для меня астрология это некая система которая является таким мостиком между человеком и теми глобальными изменениями глобальными процессами которые происходят вот и астролог собственно говоря он является этим проводником для каждого человека вообще для человечества между вот этими большими большими небесными сферами которые на нас так или иначе влияют и нашей повседневностью но у нас сейчас абсолютно разные прогнозы я много читала смотрела видео и это из разряда все будет очень плохо до голубых единорогов радуг и изменений состоянии то есть рая на земле и все буквально по вот так вот по щелчку и но мне кажется что не все так однозначно как ты видишь эти изменения как ты видишь этот переход я знаю ты очень часто используешь слово кризис ну да потому что это адекватное слово которое адекватно описывает то что происходит но ты знаешь у грофа у станислава грофа основателя трансперсональной психологии человек который перевернул концепцию психологическую вывел человека за пределы его жизни в эти сферы большие чем чем наша личность наша память у него есть такая книга прямо о психоспиритуальном кризисе и там есть одна очень крутая идея эта идея заключается в том что мы все время находимся в состоянии кризиса мы все время находимся в состоянии перехода и она для кого-то будет пугающая эта мысль но в действительности она очень успокаивающая потому что когда мы перестаем воспринимать какие-то дестабилизирующие наши личные состояния и дестабилизацию среды как что-то что как гром среди ясного неба нарушило наше идиллическое состояние то но когда мы это воспринимаем когда мы видим что это продолжается все время мы все время как-то себя оттачиваем нас все время как-то качает среда переживает очень сложные трансформации мы все время стыкуемся с людьми и мы все время себя все время себя как-то меняем когда мы начинаем видеть что это процесс непрерывный у него просто есть разные фазы у него есть разная интенсивность у каждого человека эти фазы какие-то свои мы не совпадаем все в едином порыве кризиса и для кого-то кризис социальный это время взлета хотя для большинства это время падения и очень ну вот даже если взять кризисы двадцатого двадцать первого века вот последние двадцати лет то там где проседали экономики стран для многих людей сфер каких-то отдельных это все равно было только подъем и вот эта трансформация кризис это состояние в котором мы можем трансформироваться мы существа живые мы все время трансформируемся природа все время трансформируется и мы живем в таких широтах где мы видим эту трансформацию но мы создали такой тип цивилизации которая закрывает глаза человеку группам людей на то что эта трансформация все время происходит все время идет какое-то обновление добавление каких-то новых факторов мы не успеваем обрабатывать старое интегрировать это в настоящий момент мы тащим это не знаем как совсем этим войти в новое а новое приносит новые возможности я бы предложила всем взять вот эту идею что кризис происходит все время только в разных формах взять это себе на заметку и это то что поможет перестать воспринимать кризис как что-то разрушающее и апокалиптичное да на самом деле вот очень интересная метафора с временами года то есть мы настолько как будто бы оторваны от природы ну не как будто бы мы действительно настолько оторваны от природы да да возможности синхронизироваться с ней и видеть что это волны это циклы это не вечный такой подъем вверх и вот это философия не знаю даже культура достижения постоянного достигательства она ну вот как не дает возможности расслабиться и как будто бы мы такие сверхлюди которые должны все время карабкаться на вершину и никогда не спускаться возможно это как раз и ну скажем так то что произошло с нами в 2020 году возможно это как раз и подводит нас именно к тому что не всегда так как мы себе думаем ну 2020 год показал противоречивость этой концепции в ней как бы ничего плохого нету у нас в каждом человеке есть этот принцип принцип достигательства единственное что он был поставлен во главу угла современной западной цивилизации и мы например в путешествии к Южную Америку просто видели как люди быстро заражены этими идеями достижения статуса покупки вещей какой-то своей фиксации знаешь в чем конфликт конфликт в том что с одной стороны тебя толкают на то чтобы ты куда-то бежал и чего-то достигал а с другой стороны все время такой прессинг зафиксироваться в этом и это два разных принципа что вот ты такой у тебя такое мышление у тебя такие достижения у тебя такое столько вещей такой доход и это противоречие когда ты чего-то достигаешь когда ты в процессе достижения каждый человек знает который работает с целями бизнесмен творческий человек он знает что когда ты отправляешься в путь достижения цели ты лишаешься полностью опоры ты ни на что не можешь опереться ты максимально обнажен и ты максимально как бы связан в этот момент со средой ты на нее тонко настроен ты чувствуешь все эти внешние толчки у тебя есть какие-то реакции и это материал из которого ты строишь дорогу к достижению и зафиксироваться в этом невозможно как только мы фиксируемся мы перестаем двигаться куда-то мы даже на месте нам сложно устоять потому что ну та же природа просто смена времен года смена вот этой парадигмы этих знаков зодиака как двенадцати фаз развития как двенадцати ступеней через которые мы проходим каждый год это мы пытаясь зафиксироваться мы противоречим сами себе и двадцатый год показал именно это что мы находимся в конфликте и тут такой момент что с одной стороны вся это коснулось каждого и мы видим кризис монументально как он происходит во всех странах мира без исключения и с разной интенсивностью со своими какими-то элементами с другой стороны это коснулось нас лично каждого и мы перед нами встал вопрос чего мы достигаем и что мы хотим зафиксировать потому что ни то и ни другое не является некой универсальной стратегией которую которую цивилизация последние годы нам так активно как бы предлагала и на этом строилась и двадцатый год нам просто показал что вот эта точка опоры это достижение это остановка это все вот здесь это все внутри нас быть с собой наедине это самый большой вызов который нам двадцатый год открыл да сложно быть собой особенно после такого активного скажем так внешнего активной я бы сказала такой прицельной фокусировки на внешних каких-то вещах то есть когда угла ставятся либо карьера либо партнерство то есть как будто мы все время перемещаем эту точку опоры из себя во внешний мир то ли это партнер то ли это карьера то ли это деньги то ли это какой-то определенный социальный статус и тут мы оказываемся так сказать в своем уютном мирке в доме в своем безвылазно и как бы смотрим на себя в зеркало по сути да да при этом это даже не зеркало других людей это наше зеркало личное наши мысли наши страхи и оказалось что это самое большое испытание есть экономический кризис и там политический кризис который будет нарастать и будет развиваться в 20 первом году потому что вот эта оторванность разделенность внутри общества она достигла апогея в двадцатом году когда она стала просто дословной мы сидим отдельно в своих домах и у нас реальные ограничения чтобы выйти из дома у нас например в Чехии опять третий раз ввели жесткий очень карантин вплоть до того что в супермаркетах продают только еду то есть невозможно даже карандаш купить только чтобы ограничить людей чтобы перестали тусить потому что как только снимаются ограничения и начинают активно перемещаться активно общаться сразу очень высокие показатели и больницы не справляются и как бы власть пытается как-то нелепо совершенно нелепо в этом балансировать но я к тому что мы попали двадцатый год нам показал насколько мы оторваны от наших социальных процессов в которых мы живем что мы не отвечаем за эту власть а ведь власть она же всего лишь ну как бы это люди которым мы делегировали полномочия власть обслуживает людей и это такая неприятная тема про которую них не хотелось и не хочется говорить непонятно как про это говорить но 2021 год он нам вот это то что с чем мы идем вперед это почувствовать заново наши связи с социальной средой со всеми уровнями этой среды почувствовать свою ответственность как бы это не было сложно для нас для всех это будет кризис связанный с тем что мы должны признать вот эту свою эту отдельность что мы не хотим это решать но этот конфликт и кризис социальный он нам дан потому что по сути получается что мы сами из себя не можем просто набраться смелости и воли понимания чтобы начать чтобы поднялась вот эта такая социальная гражданская ответственность чтобы это решать это очень особенная тема и я думаю что для людей которые занимаются сейчас любые можно духовностью психологии эзотерикой вот все что мы здесь в ряд поставим возможно что для этих людей как бы для нашего такого большого огромного комьюнити это будет еще более сложный вопрос чем для людей которые в этой сфере еще не находятся психологической духовной потому что мы как бы привыкли что мы работаем через себя но мы одновременно сосредотачиваясь на работу с собой все время шли через отрицание этой внешней среды что мы делаем только что-то с собой и вот этот двадцать первый год вообще эра водолея которая такими как бы шагами такими фазами наступает в ходе да то есть у нас в принципе она не начинается сейчас она просто так как это длительный цикл две с половиной тысячи лет это очень-очень долго и понятно что этот переход происходит постепенно он не может произойти быстро и мы в очередной фазе перехода которая то есть ближайшие 30 лет будут кардинальными в переходе на эти водолейские принципы и сейчас переход Сатурна и Юпитера нам это дает а дальше перейдет Плутон а Плутон это вообще кардинальная просто глобальная перестройка и обновление и водолей это связанность уран который управляет планета уран управляющая водолеем это такая позиция над реальностью когда мы способны подняться и увидеть как все связано как связано прошлое настоящее будущее как связан я и природа как связаны разные группы людей как связаны разные процессы и этот кризис я думаю что самый сложный то есть мы как бы переходим к этому новому мышлению новому восприятию когда мы перестаем видеть себя отдельно да очень кстати пока ты говорила у меня стало я сегодня прописывала цели на как бы новый год думаю ах как хорошо все складывается и я значит как то так по стариночке думаю так значит мне надо сделать это мне надо сделать это мне надо сделать а потом я понимаю что вот есть там какая-то моя глобальная сфера общения и коммуникации которая как для человека который очень много последние несколько лет последние четыре года я наверное занимаюсь исключительно собой и своим своей личной трансформацией в этом году в двадцатом я еще как бы поняла что я могу быть полезна для других больше вот и начала уже немножко расширяться но как бы мне было понятно сфокусироваться на своем процессе и здесь прописывая цели я абсолютно точно понимаю что как бы я не хотела уйти в какое-то индивидуальное творчество поехать путешествовать просто закрыться где-то возле как бы в каком-то соломеном домике в Египте как бы я этого не хотела но все равно сфера коммуникаций для меня сейчас выходит на какой-то ну я бы не сказала что прям первый план но второй точно потому что первый план в любом случае остаюсь я и вот это время скоро и получается что это такой процесс который я наблюдаю не только у себя я наблюдаю у тех людей которые занимаются трансформацией ну своего ближайшего окружения у помогающих практиков которые ну каким-то образом сейчас как раз и ну то есть осознают свою роль в мире не только как как бы таких людей которые через себя влияют на внешнее и через своих клиентов но возможно и на более широкий круг да смотри у нас меняется в этом смысле концепция и она меняется не линеарным таким простым логическим путем мы не переходим вот решение своих вопросов к решению социальных вопросов или вопросов групп экономических там каких-то у нас меняется концепция в которой мы перестаем быть одним единственным центром на который все фокусируется смотри вот есть такая хорошая метафора водолея как песочных часов водолей это как раз две части то что на поверхности и то что под поверхностью то что вне во вне и то что внутри и водолей способен это переворачивать и его как раз принцип главный это переворот он все время переворачивает вот эти вот две чаши и смотрит что происходит когда мы это переворачиваем а главное что в этой конструкции песочных часов это эта точка которая посередине через которую сыпется этот песок и эта точка это и есть я это и есть моя точка опоры но она не отдельно от всего от всей формы да у меня есть внешнее у меня есть внутреннее у меня есть то что на поверхности и то что спрятано и у меня есть мое внимание и мое осознание которое является центром через который все время как бы идет пересыпается течет эта энергия из одной части в другую и это переворачивается в принципе это идет к тому что чтобы мы перестали держаться за одну часть или за вторую и за внешнюю или за внутреннюю социальную или личную чтобы мы ну как бы начали воспринимать это как целое то чем мы можем управлять мы можем управлять только этой точкой посередине и когда в процессе вот этого водолейского кризиса все так сильно переворачивается оно же просто все время меняется то что мы тренируем эту нашу устойчивость именно нашего центра что бы ни происходило мы остаемся в центре мы ты меня слышишь да 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 как будто прерывается мы все время остаемся в центре двадцать первый год да это будет год сильных колебаний переворотов разного социального и внутреннего тоже порядка мы увидим как наши старые модели не работают мышление не работает наши цели не работают наши желания и мы смещаем наш центр из этого нашего внутреннего мира на вот эту границу да в это внимание я воспринимаю то что идет извне во внутрь оно там как-то обрабатывается потом это переворачивается внутреннее становится важнее чем чем внешнее что-то происходит но оно же пересыпается во внешнее и снова внешнее становится становится важным вот это изменение концепции оно самое интересное и самое сложное и здесь то что нам может помочь это остановить ну увидеть в первую очередь нашу привязанность к прошлому и нашу привязанность к тому что мы имеем там какой-то опыт во многом психология до сих пор это как бы такая работа с травмой вот эта терапия это то что прошлое прошлое есть такая концепция метамодерна которая говорит о том что прошлое является частью меня прямо сейчас является и я могу себе позволить человек метамодерна это человек который движется вперед просто с тем что у него есть но он не решает это прошлое потому что оно его отвлекает от настоящего и будущего да это очень интересный интересный момент вот ты сейчас когда мы раскрутили этот момент с песочными часами мне стало немного ну как у меня прям инсайт получился что вот те моменты которые мы мы в себе да то есть мы понимаем что через свое личное мы влияем на окружающий мир и окружающий мир трансформирует нас через какие-то события ну неизбежно отпечатывается в нашей личности да что этот процесс находя вот эту вот точку как бы соединения мы этот процесс можем ну как бы не колбаситься в нем а спокойно наблюдать и понимать на что мы опираемся и к чему мы собственно говоря к чему это все нас ведет да да ты совершенно права и один из главных принципов водолея это принцип парадокса когда мы учимся видеть этот дзен чистый мы учимся видеть две стороны монеты одновременно мы учимся видеть в своем таланте свою слабость и в своих ошибках свою силу если мы только сейчас как-то к этой концепции приходим и с ней знакомимся то мы должны тоже учитывать такую вещь что нам нужно время для того чтобы ну вообще так настроить свое внимание в принципе когда мы увидим этот процесс в себе когда мы увидим что наши страхи это самая большая энергия и какой-то наш талант имеет имеет обратную сторону в нашей слабости при этом мы можем прямо выписать себе на лист бумаги вот какие-то самые яркие свои черты и мы увидим как они то это есть тренировка так вот этого принципа водолея и когда мы увидим в себе как вот эти разные противоположные части связанные то тогда и переворот ситуации не будет нас для нас таким травмирующим еще одна метафора водолея это ванька встанька его как ни уронить он все равно у него есть своя точка опоры центр тяжести и он все равно сядет из любого положения то есть этот переворот для нас должен перестать быть травмирующим а самое это крутое заключается в том что вот это переворачивание водолея оно создает возможности во-первых оно создает возможности не держаться за прошлое и как бы об этом успокоиться что нам не надо это снова и снова решать мы прямо сейчас можем говорить с человеком с которым у нас был какой-то неприятный опыт и мы можем прямо сейчас делать какое-то дело в котором мы вроде разочаровались или которого мы боялись да и мы можем пробовать себя в ролях которых мы желали но что-то нас сдерживало мы это можем делать прямо сейчас и можем мы это делать когда мы перестаем бояться и нас перестает травмировать вот этот этот переворот то есть как у нас есть ну как бы наш скажем так задача и челлендж если поправь меня если я не права на ближайшее время начиная с 2021 года это принять то что изменение это нечто неизбежное и тренировать в себе вот эту вот способность не разрушаясь не погружаясь глубоко не скажем так не упиваясь прошлым просто идти с ну скажем так брать брать то что есть и научиться это либо трансформировать либо применять либо что-то с этим делать то есть да постоянно постоянно перетравливать и скажем так крутить свою жизнь свои ситуации и собственно говоря себя тоже в разные стороны так чтобы это было интересно и комфортно или на что ориентироваться а ты знаешь все что ты сказал все правильно я бы даже сказала единственное что по правилу изменение не неизбежное изменение есть природа нашего мира природа нашего мира она заключается в том что все время все меняется и наша природа человеческая она тоже в том что мы все время меняемся да пока ребенок растет это как-то наблюдается а потом почему-то есть идея что человек фиксируется но ничего подобного наше тело меняется оно пульсирует оно набирает килограмм и сбрасывает наше мышление меняется это более консервативные то более открытые количество энергии физической меняется то мы более активны нам хочется двигаться делать действовать потом у нас ощущение что нужно остановиться и сделать паузу то нам хочется много спать то мы можем спать очень мало у нас все время все меняется и вот этот кризис цивилизации он заключается в том что цивилизация строилась на том что все фиксировано фиксированный рабочий день от стальки то до стальки то отдых столько то и все было нормировано и эти нормы невероятно просто завирусовали нас всех и мы тут живем в лесу и это все равно есть невозможно от этого никуда отстраниться этот год он нас подводит к тому чтобы мы начали наблюдать свое изменение и лавировать на вот этих изменяющихся на этих волнах настоящего и серфить да и использовать разные возможности вот сейчас у меня есть возможность отдохнуть в уединении побыть побыть в уединении для чего я это могу использовать если для среды это важно ограничение в перемещении а это так то тогда что я могу делать я могу делать массу вещей да я сейчас не говорю о о том что когда нужны просто деньги чтобы зарабатывать чтобы выжить дети и так далее это но я не хочу тоже понимаешь я все время как бы свожу это к социальному процессу потому что потому что вот эта концепция что я могу сделать для мира она немножко такая устаревшая но она наш крючок за который мы можем зацепиться все время от нас нам говорит ты нам мне что-то можешь дать люди говорят ты нам можешь что-то дать но мы определенным образом зафиксированы на то что мы хотим дать не хотим есть силы нет и мы как бы нам предстоит научиться договариваться тоже с другими о том как мы сотрудничаем что мы можем друг другу дать один будет петь а другой будет печь хлеб а четвертый будет добывать уголь чтобы а пятый будет топить и вот этот вот принцип коммуны кто-то будет его ну как бы напрямую да уходить в лес и там строить коммуну но люди в городах точно так же в принципе это такая концепция которая нам поможет выйти из этого кризиса быстрее как бы создать вот эти свои группы найти своих людей с которыми мы можем вместе делая каждый свое это не значит без усилия это значит что у меня есть смысл моего усилия мы вместе сообща организуем нашу жизнь и моя личная жизнь зависит это очень интересно да моя личная жизнь зависит от тебя в Киеве еще каких-то людей кого-то в Новой Зеландии ну и так далее это очень интересно это новый способ жизни чем мы можем обменяться мы не можем например обработать такой поток информации который в котором мы живем и вот это создание этой группы этого сообщества где может быть мы не как раньше просто полностью друг друга погружены в этом нет необходимости мы можем быть погружены до какой-то меры и то погружаться больше а то отстраняться потому что мы тоже мы меняемся мы не можем все время находиться в непрерывно очень тесном контакте потом нужно какая-то пауза очищение да точно так же с информацией кто-то одну добывает а кто-то другую и вместе собирается какое-то целое которое для меня резонирует и значит для меня это мое информационное пространство в котором я могу ориентироваться вообще просто в жизни вот и значит парадокс единомышленники группы и синтез синтез это тоже такой принцип водолея который мы уже начали осваивать мы экспериментируем мы совмещаем разные техники практики бытовые и не бытовые все время что-то ищем и все идет к тому чтобы мы этот синтез ну как бы им овладели как методом это 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 просто наш новый метод на на бесконечно и мы его осваиваем в том числе для культуры и для цивилизации потому что мы своих детей будем воспитывать внуков этому синтезу они уже будут в этом вырастать и они благодаря тому что они в этой концепции уже будут вырастать они будут создавать эти новые формы цивилизации у меня тут как бы возникло несколько вопросов по поводу того что например хотелось бы вначале раскрыть понятие резонанса потому что мы очень часто говорим об этом мы сейчас проговорили что группы будут как бы образовываться и мы будем образовывать эти группы на таком неком резонансе что это вообще такое резонанс это такая ну если не вдаваться в физику да ты по простому то например я наполнена я чувствую там радость и вокруг меня будут я каким-то магическим образом абсолютно так устроен наш мозг я буду замечать радость и как бы буду замечать этих радостных людей точно так же и наоборот собственно говоря то чем мы наполнены то как мы видим мир так мы и замечаем везде именно наше как бы внутреннее наполнение и тех людей которые наполнены чем-то похожим да да это то что нам отзывается да на уровне идей может отзываться мысль вау как круто да я я бы хотела так думать да может отзываться тело прям прям физически ух ты прям появляется физическая энергия может быть эмоциональный отзыв и это тоже а освоение себя своей той самой точки опоры что я инструмент который мне помогает ориентироваться в происходящем не какие-то нормы и общественные установки и это тоже часть кризиса я в какой-то степени чем западнее тем больше вот этой свободы как бы индивидуально себе ну как-то чувствовать вот что что мне отзывается но отчасти этой свободы больше ну то есть детей как-то не так сильно не подавляют при воспитании когда если у ребенка что-то нашлось индивидуальное чаще всего его родители семья они как бы способствуют чтобы у него вот это индивидуальное реализовывалось даже если это никто в семье не понимает вместе с тем все равно очень ну как бы широкий свод норм в которые ты должен тем не менее попасть и не знаю мой путь он начался когда мне было 18 значит 24 года и да у меня тоже до сих пор работают какие-то установки то есть я слышу эти голоса внутренние которые мне говорят как это так это не так это так нельзя это так не положено нормальный человек так не делает и я думаю что это как бы 21 год это такой интересный год потому что мы будем мы будем исследовать мы будем настраивать этот свой резонанс через выход из этих норм то есть мы как бы выключаем чувствительность к вот этому глазу общества который говорит ты что ну совести у тебя нет что то что то а совесть говоря что и оно как бы не только к тому что ну как бы это в основном мы выключаем то что было в прошлом у нас то есть вот вот эти установки установки которые мы получили в прошлом да но вот ты знаешь что гурджиев он рассматривал совесть как внутреннюю способность прямо сейчас увидеть последствия моего мышления и моих действий и то есть это не какие-то установки это правильно это неправильно это совсем другое это вот этот индивидуальный принцип чувствительности уже настроенный вообще вперед в будущее и как раз гурджиев говорил что совесть когда она просыпается и когда она живет с человеком пробужденная то именно совесть помогает человеку не делать что-то что может привести к ситуациям когда мы кого-то обидим или будет какой-то конфликт или какую-то мы совершим ошибку потому что мы можем логически не понимать что мы делаем и к чему это приведем но совесть это что-то на грани физического эмоционального и ментального это как бы энергетическая такая субстанция которая нам вот через резонанс она нам просто отдает вот я сейчас это скажу и потом прям будет нехорошо очень интересно как бы я не знала про совесть в таком формате это теперь для меня какой-то такой объект исследования что ли да 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 это очень интересное исследование с совестью это прям очень круто и это такая практика она ее сложно как там какую-то форму ей придать она очень индивидуализированная но факт что когда мы начинаем взаимодействовать с совестью отделяем совесть настоящую реальную как эту чувствительность от шаблонов от установок и от страхов от какой-то нашей инерции тогда появляется само это по себе меняет наше поведение да прям как это домашнее задание может быть да еще у меня остался один вопрос я думаю мы будем уже завершать ну да на самом деле у нас будут еще эфиры я так подозреваю что они в инстаграме потому что фейсбук упорно не хочет вообще вот опора вот это вот скажем так в песочных часах вот это вот самая узкая часть и опора на себя на вот эту вот точку на вот эту самую узкую часть как это можно обнаружить это индивидуальная история или все-таки есть какие-то ну то есть какие-то общие моменты или это такой как базовый принцип каждого который выводит каждый человек в процессе своего пути это такой сложный немножко момент потому что он отчасти философский но он абсолютно практический и он сложный потому что пока культура человечества строилась по крайней мере западная концепция строилась на подавлении в ребенке вот этой чувствительности к себе поэтому мы находимся в ситуации что мы должны восстанавливать возвращаться к своей истинной чувствительности чтобы нащупать эту свою точку опоры тем не менее у нас есть несколько принципов по которым мы ее можем обнаружить с одной стороны это резонанс о котором мы сказали когда нам что-то отзывается как бы это не было запретно в нашем мышлении и как бы наше тело например не вымещало или не показывало какой-то зажим когда мы чувствуем этот резонанс сильно значит это ведет нас к этой точке к обнаружению этой точки опоры с другой стороны есть много большой запас практических наработок у человечества как мы можем эту точку обнаружить как мы ее можем развивать и здесь с одной стороны мы говорим о чем-то что очень живое да и в один момент меня может мне помочь нащупать мою точку опоры например контакт с другими людьми они несут какие-то идеи у них какое-то состояние мне это резонирует а в другой момент я не хочу видеть людей но от этого точка опоры не исчезает она остается это просто другой этап по-другому себя настроиться и себя прочувствовать ну смотри есть много типологий например типологий людей которые нам помогают тоже приблизиться к обнаружению этой точки опоры самая простая типология которая у нас есть она абсолютно универсальная это человек тела человек ума и человек психики у нас есть три этих главных центра три уровня и для каждого из нас мы родились с одним с одной доминантой и это доминанта с нами на всю жизнь и это значит что если моя доминанта физическая то я буду ощущать свою точку опоры на физическом уровне на энергетическом я буду ее чувствовать я могу в голове почувствовать но как бы все равно как как-то через телесные через телесные симптомы и перепроверять себя если я нахожусь в этой точке опоры или я из нее вышел и меня выбивает например среда я тоже буду физически психический если я человек ума то у меня все равно сосредоточение вот этой точки опоры в уме в мысли в идее в размышлении если я человек психики у меня идет все равно все через сердце через вот это через принятие да через через глубокие переживания если я знаю что моя базовая доминанта такая то это мне помогает значит с одной стороны настроить внимание и ловить вот эти вот ощущения с другой стороны можно просто брать практики которые направлены на развитие вот этой доминанты и исследовать их влияние на на тело ну на нас на один из наших центров при этом мы идем в синтез мы тоже это не забываем современный человек человек 21 века Курджиев это называл человек четвертого типа поэтому его как бы его учение называлось учение о четвертом пути это человек который перестает идет идти через развитие вот чего-то одного ума чувств или тела а он работает со всеми центрами одновременно поэтому мы работаем со всеми центрами одновременно но у нас есть этот базовый центр и он всегда для нас является нашим внутренним камертоном мы через него получаем самые сильные свои ощущения того что я присутствую в этом мире я знаю много людей у которых ментальный центр по-настоящему по-настоящему сильный и реально эти люди через тело вообще почти ничего не проживают но через ум способны добраться вообще до чего угодно и здесь мы тоже я снова возвращаюсь к принципу помощи друг другу вот поиску этих людей с которыми мы в чем-то одинаковы но мы можем быть исключительно разными противоположными и тем не менее мы помогаем почувствовать себя собой это какой-то я очень такой четкий принцип за что я тебе очень благодарна потому что это очень четкое понимание того как мы можем ну как бы выбирать себе чувствовать ощущать и понимать и выбирать себе окружение потому что это должно быть должен быть кто-то кто с одной стороны резонирует на нашем уровне с другой стороны тот кто отличается дополняет да дополняет с кем мы можем так развиваться и учиться и я сейчас снова включу комментарии напишите пожалуйста возможно есть у вас вопросы вот к нашему к нашему я только дополню вот предыдущему ждем вопросов если есть напишите когда мы вот так по-новому начинаем видеть себя и мир то мы по-другому начинаем видеть и людей тоже это просто неизбежно и разнообразный опыт наш с разными людьми становится ценным но вот не этим опять не через травму и какой-то тяжелый опыт а через то что например человек с которым у меня спор многолетний и мы не можем договориться через это идет развитие если я ухожу из эмоциональной оценки и переживания что эти отношения не идеалистичны как бы я их представляла как бы я хотела и я с этим человеком ну вот связана этим спором и мы оттачиваем друг друга он меня а я его и это и есть наше партнерство вот когда мы освободим себя от это как бы такой сложный процесс но там надо говорить если мы будем об этом говорить да мы освобождаем себя наших представлений о том что такое партнерство как это взобще что мы можем делать мы освобождаем партнера от того что мы что-то от него ожидаем и начинаем ценить просто то, что нас связывает. И это может быть всё, что угодно. Ну, по сути, нам в ближайшее время стоит ожидать каких-то и новых партнёрств, новых, возможно, даже семей. Так, у нас есть вопрос по поводу наших центров. Есть телесный, психический, умственный и некий четвёртый. Некий четвёртый, насколько я поняла, это синтез всех. Это аккорд. Да, то есть если мы говорим как цигун, в такой парадигме цигуна, это нижний, средний и верхний дянь тянь, которые вместе работают. Да, 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 да. При этом у каждого из нас этот аккорд, он как-то по-другому настроен. У одного главная нота – это телесная нота, а вторая – ментальная, а третья – психическая. И мы как бы на этом просто играем. То есть, например, я могу рассказать, как это у меня происходит. Например, в моей системе так или иначе тело у меня ведущее. То есть я воспринимаю телом. И всё, что… Ну, как бы всё, если какое-то глубинное проживание, оно происходит через тело. Но при этом уровень чувств также очень, ну, скажем так, очень развит и очень сильный. И на уровне чувств я могу, ну, скажем так, больше проживать. Но всё равно это происходит через тело. То есть как будто бы тело – это моя опора. Ну, как-то так. Я думаю, что вопрос для самоисследования тоже. Может быть, ещё есть вопросы? Пишите, пожалуйста. А я пока хочу подытожить. Поправь меня, пожалуйста. Значит, на что нам стоит обратить, обращать сейчас внимание? И вот это вот наше… Ну, скажем так, куда мы движемся? Это синтез. Это группы, которые образуются вот на… И которые мы образовываем на этом резонансе. это осваивание вот этого принципа и переворачивания вот этого, ну, скажем так, видеть картину целиком, а не с каких-то одной точки. И это наша опора, ну, как бы в любом случае восстановление чувствительности к себе. Так, а что значит проживать через тело? Конкретный пример можно? Да, я сейчас скажу. Сейчас мы подытожим. Вот такие четыре пункта. Я что-то забыла. Нет, я ничего не забыла, но я добавлю всё-таки. Пятый, он важный. Это принцип водолея. И это тоже наступление эпохи водолея. И нам очень важно это интегрировать в свою жизнь. Это технологии. Мы получили опыт технологий. У нас у всех в кармане личная СМИ, записывающая студия и так далее, и так далее. Все мы знаем. И ещё много чего. Каждый как-то по-своему это осваивает. Больше или меньше использует. Но сейчас 20-й год открывает 21-е ворота в новый уровень использования технологий. Это не означает отмену оффлайн жизни. Это означает, что технологии, ну как бы в процессе эволюции технологии больше входят в нашу жизнь. Мы уже просто пришли к моменту, где по-другому быть не может. Мы сами туда пришли. И как раз суть в том, чтобы найти свою индивидуальную, свое индивидуальное равновесие, свою интеграцию, как я эти технологии приглашаю в свою жизнь и как я ими пользуюсь. организовать свой какой-то процесс. Вот если я дома один с помощью технологий, технологически, да, если я творец, я могу много всего сделать сам благодаря технологии. Мне не нужно много людей. Для кого-то это вопрос создания своих групп на уровне планетарном. У меня группа, у меня кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Новой Зеландии, Киев, Прага и вот это. И это все, это все я, это все мое поле. И у нас есть 21 год, год возможностей, очень больших возможностей, если мы как бы не держимся за это старое, если мы не поворачиваемся к возможностям, к новому, к настоящему, настоящему. Если мы не поворачиваемся спиной, то у нас есть этот этап, чтобы попробовать, что нам могут дать технологии, как я могу просто с ними играть, как я им могу пользоваться и какую пользу они мне дадут. И я тоже использую эти технологии, как могу быть полезен другим людям. Эта технология, это всегда апгрейд, это всегда какое-то облегчение жизни. для кого-то технологии минимизированы в жизни, и это нормально. Для кого-то это просто вся жизнь в технологиях. Мы не должны быть одинаковы, нужно найти свое по-настоящему технологии. Здорово. Благодарю за это дополнение. Это тоже, вот сейчас, пока мы говорили, тоже стало понимание того, что очень многие процессы, как я сейчас чувствую, что очень многие процессы, они действительно уходят в сферу технологий, на удаленку, какие-то такие вещи, и я, на самом деле, очень благодарна этому процессу, потому что то, что меня коробило шесть лет назад, когда я работала в офисе, я не могла понять, почему я имею компьютер, я не могу делать это все дело из дома. Почему мне нужно обязательно тратить все это время на дорогу, чтобы все равно половину дня проводить в офисе на кухне? Да, технология — это оптимизация, поэтому пришло время точнее использовать технологии. Я отвечу на вопрос, и есть у вас еще вопрос, можете писать, значит, что значит проживать через тело, конкретный пример. Например, в моем случае, если я, у меня есть вот тот же резонанс, давайте возьмем этот принцип резонанса, потому что он как бы покажет наглядно. Кто-то рассказал мне какую-то идею, и я это проживаю на уровне мурашек по телу. То есть то, что мне откликнулось, человек, идея, какая-то эмоция, да, то есть это все у меня возникает какое-то телесное ощущение, и я прям чувствую, ого, да. Или, например, я когда говорю, я очень много жестикулирую, я очень много, я задействую тело, я даже преподаю там какой-то, ну, то есть я занимаюсь телесной звукотерапией, и тогда, когда у меня есть клиенты, есть занятия, я голос, мы достаем этот природный голос через тело. то есть я, скажем так, для меня тело это то, на что я могу опереться, и даже эмоцию, например, я проживаю через тело, то есть если у меня тон физический, если у меня радость, то она физическая, если у меня возникает гнев, то это физическое конкретное ощущение, если, например, я была бы человеком ментал, то гнев у меня выражался бы в словах, в каких-то конкретных логических цепочках, да, логических цепочках. Если бы я была прям всегда на уровне чувств, то гнев бы захватывал и, ну, гнев просто, в принципе, такая телесная эмоция, но... Нет, нет, гнев, гнев можно на уровне чувств, а можно на уровне... Ну, то есть, я вот сейчас просто представляю себе разных людей, которых я видела в гневе, и люди разных типов, они вообще по-разному. У кого-то гнев это взывание к несправедливости, и это просто человек ментального типа, а у него всё идёт просто через логическое обоснование. Человек психического уровня, у него гнев это чистая эмоция, как бы там ничего не примешано. Ну, вот, ещё, например, такой пример с телесным чувствованием, с телесным ведущим центром, когда находишься с каким-то человеком, то тело подают симптомы, как бы, что между вами происходит, и когда что-то не так, то прямо до уровня, там, до тошноты, или каких-то странных потери ориентации, и я, например, научилась, наблюдая эти симптомы, вообще, телесный человек, это много телесных симптомов. Тут, тут, тут колет, тут болит, тут стоит, тут двигается, тут всё-всё время вот тело подаёт какие-то сигналы, и я, например, знаю, что если у меня какой-то дискомфорт телесный, идёт тошнота, какая-то потеря ориентации, я точно знаю, что то, что говорит человек, что-то там не так, что-то мутно, нужно дать время, всё проявится, и это уже просто отнаблюдав это, я уже это взяла как стратегию, я на это опираюсь. Здорово. На уровне мысли цепляет или не цепляет, потому что если человеку мысль главная, то у него всё идёт, мысль зацепилась, и оно как бы идёт и куда-то развивается, но у нас у нас тоже есть сейчас последняя вот этот элемент такой деформации, что мы живём в цивилизации, где всё сведено к мыслительному процессу, и всё идёт через анализ. Тело предельно подавляется, занимайся йогой, это подавление тела, беги, худей, это подавление, ешь такую еду, это подавление тела, всё идёт через логику, всё проанализировать, нам как бы долгий путь до вычищения, чтобы мы научились чистому своему этому процессу, но оно идёт, мы об этом говорим, значит, этот процесс идёт, есть кто-то, кто долго на этом пути, можно их слушать, если резонирует, что человек говорит или что он делает, значит, можно взаимодействовать и так так просто нащупывать свой путь. Да, прям как бы начать с того, что определить такую ретроспективу человека, какой центр ведущий, да, и потом находить, собственно говоря, тех, с кем, как бы, кто резонирует и кто тоже говорит на этом уровне и рассказывает про этот уровень, и, то есть, например, да, там уровень чувств, это, скорее всего, какой-то уровень искусства, уровень творчества, уровень эмоций, работа с эмоциями, это психологический уровень, и просто идти туда и заниматься. Исследовать, экспериментировать. Шестой принцип. Исследование и эксперимент. Только так. Мы 21 год продержимся, если мы начнём воспринимать жизнь как исследование, как эксперимент, который происходит прямо сейчас. И учёные здесь, которые это производят, это я. Это тоже новая просто концепция жизни. Слушай, но мы так много успели. Много, конечно. Потому что больше часа, да. Да, я думаю, мы будем завершать. Вы пишите, пожалуйста, вопросы, если вдруг они у вас появились, появятся, или... На будущее. На будущее, да, потому что мы ещё будем делать два эфира, где-то около Рождества по Украине. Не знаю, как это сказать. по православной традиции, да. И в районе Старого Нового Года. Тоже такая концепция специфическая, понятное. Выражение понятное только людям из России и Украины постсоветского пространства. Вот. Я невероятно благодарна тебе за эфир. Я прошу прощения у тебя и у всех наших зрителей, слушателей за эту оказию техническую, я не знаю, что происходит. Но, видимо, эта информация очень важна и очень заряжена на энергетические, очень много в ней посылов. Не энергии. Надо больше тренироваться. Да. Видимо, да. И довести это до автоматизма. Дорогие друзья, спасибо тебе, что ты пригласила. Это классный разговор. Что-то я много в последнюю неделю или сколько-то эфира на Ютюбе зарядила. Это вообще что-то такое экстатическое. И всё время в Инстаграме. Но я понимаю, что пока идёт, надо ловить эту волну. И всё время я нахожу какие-то новые тонкости и новые метафоры. И это круто. Это очень полезно. И я надеюсь, что это было полезно для тебя и для всех. И мы ждём вас снова. Да, это было и для меня полезно, и я надеюсь, для тех, кто слышал, смотрел. Анонсы будут. И я бы хотела, чтобы ты немножко рассказала про... Кто не знает, Юля делает прекрасные женские круги каждое воскресенье. Да. И ещё, во-первых, во-вторых, подписывайтесь обязательно на Юлю в Инстаграме. Там есть у неё и в Ютюбе. В Ютюбе вообще очень много видео по поводу астролог... Это как астрологические дневники, и можно очень много информации, только просто прослушивая эти видео, получить ответы даже на свои текущие состояния, на свои вопросы. Вот. И мы ещё придумаем до следующего эфира, я думаю, мы ещё придумаем, как мы можем этот, скажем так, такой переход, который мы делаем в рамках этих бесед, как мы можем этот опыт интегрировать, возможно, это будет нейрографика, возможно, это будет что-то похожее. Вот. Поэтому хорошего вам вечера. Да, я приглашаю вас на Ютюб-канал, называется он Сан Хоум Студио. Я отсылочилась. Классно, здорово. И приглашаю вас на женские круги, они у нас каждое воскресенье, по киевскому времени это семь, по московскому восемь, по пражскому шесть. У нас легко, свободно и очень душевно. Здорово. Красивого Нового года, чудесного полнолуния завтра. О, да, точно, завтра же полнолуния. Тридцатого, да. Всё. Хорошего вам вечера, и с Новым годом. С Новым годом. Берегите себя. Ура. Есть. Так, значит, завершаешь здесь и я завершаю пью-пью-пью. И я завершаю здесь. С Новым годом.